эта серия у нас будет называться обзор пляжей острова самос самадо смотрите какая вода вон мальдивы это мальдивы сейчас мы на мальдивы идем ну посмотрите как красиво блин сегодня просто ветер жалко я так бы хотел дрон запустить так друзья смотрите вон видите пляж это оказывается нудистский пляж вот покажу и лежат загорает там ну мы как пришли мы мы не знали что это нудистский пляж как ты не знал вот так вот не знал вот мы пришли смотрим все голы но мы не раздевались мы стесняемся мы еще такой старой советской генерации а здесь немцы лежат старушечки проветривают своего видите как они красиво там лежат вот ну ничего они нас не трогали мы их не трогали вот этот пляж называется лимонакия он два километра от кукаре городского поселка кукаре очень уютный такой очень чистый заливчик и вода в нем тоже очень чистая сейчас накупался блин офигенский как каре ту сторону так друзья смотрите какие виды мы вам показываем просто охерительные сейчас мы уедем уже минут 20 трясемся по этой дороге но она того стоит свое за сейчас посмотрите посмотрите в окошко в окошко монитора немножко конечно сюда дорога идет она того серьезно стоит так друзья но мы приехали в ливодики пить пляж такой в заливчик сейчас просто ветер серьезно поэтому здесь вон видите сейчас свадьба какая-то вы у людей местного населения ну вот смотрите в таком вот интересном месте мы ехали долго долго наконец приехал но ничего сейчас мы будем здесь купаться загорать балдеть фотоаппаратом все какие ну как бы я прочитал намного больше отзывов о этом заливе лучше как ты может быть просто сейчас очень сильно ветер скорее всего потому что действительно ветер сейчас очень сильно так друзья нарна меня будет плохо слышно смотрите вот этот пляж который мы ехали ехали наконец приехали вот так выглядит с воды вода очень теплая немножко просто здесь сейчас ветер мелкий песочек в отличие от других пляжей смотрите видите очень приятно и вон туда он далеко далеко тянется этот залив сейчас я иду вам показываю как все вот так что он за городом самос еще километров 10 приблизительно на мыс на самый самый такой мыс видите если вы посмотрите либо ливадия бич я там оставлю как он называется мой инглиш и есть худ идея сейчас смотрите как иду вода прозрачная это уже день когда чуть-чуть спала мутился когда стиль здесь очень красивые фотки получается потому что вот бирюзовая вода знаменитая именно вот здесь она и очень красиво все это получается сейчас я занырну немножечко посмотрим что здесь как так народ всем привет еще раз смотрите с какого места мы начинаем свой следующий день как один из дней мы уже запутались здесь посмотрите какая гора самая высшая точка этого острова самос вот здесь в углу вы где-то видите название этой горы вот посмотрите просто вот мы сейчас едем везде потом я когда назад поеду везде 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 сосны блин такая вообще вещь классная красиво заходишь туда мы останавливали там так воздухом прет таким свежим и сразу за этой горой вон спуск морю посмотрите как чистота девственная чистота здесь море просто такую бирюзового цвета все и потом сделал отдельно видео с дрона посмотрите если кому-то будет интересно может быть я говорю будет вот эта пандемия вся пройдет и вам захотел захочется посмотреть что-то интересное приезжайте сюда на самос я не рекламирую меня это никто не заплатил вот потому что но мы были на кости ну косно многое не знаю нам кост не очень понравился то есть мы вообще не хотели греться больше ехать и заказа а вот из-за этой красоты мы очень мы опять нас грец опять вселила надежду друзья но смотрите мы на острове самос также мы никуда еще не уехали хотя у нас и вели код оранжевый здесь голландцы верили для этого острова код оранжевый помните я в самом начале видео говорил что если виду код оранжевый то нам по приезду придется сидеть две недели в карантине печалька не пронесло нас вот это рост это новый пляж как же он называется я сейчас забыл сейчас посмотрю по потами бич так называется потами бич этот пляж называется вот так я вам показываю по кругу немножечко чтобы имели представление если кто сюда поедет на остров самос вы уже увидите седьмой пляж который вам показываю друзья всем добренького утра я начинаю свой репортаж вот такого офигенской красивого места сейчас правда солнце светит в объектив камеры смотрите вот впереди меня это деревня пифагорье по преданиям там родился философ математик ученые пифагор всем известная таблица пифагора умножения вон там сейчас я приближу камеру стоит яхта так не знаю сейчас она видна или нет яхта российских российского олигарха какого-то я не знаю мы с местными разговорились я спросил он скажет руси руси яхта руси поэтому это видео я передаю потом алексею навальному пускай он сделает россии расследование и установит какой российский чиновник отдыхал этим летом близ острова самос смотрите следующее вон видите взлетная посадочная полоса туда мы прилетали вот сейчас я немножко прилип приближу вот она ярко только недавно самолет залетел не успел начать снимать а мы идем снимать вон там прямо есть такое эвкалиптом какой-то музей туннель эвкалиптовый что-то с эвкалиптом связано я сейчас вот здесь в углу где-то вы увидите название этого правильно этого это не музей это туннель сейчас он и туннель а раньше здесь был 600-х годах до нашей эры представляете 600 года до нашей эры здесь находился водоканал то есть там какой-то правитель который жил в то время они выкопали вот этот канал здесь немножко в горах туда дальше вот там есть водохранилище скорее всего было сейчас и уже наверно нету вот они вот вырвали длиной тысячу больше тысячи метров этот водоканал и вот он так в 1950-х годах люди его очистили сначала он был заброшенный его очистили потом придали ему более-менее туристический вид и вот с тех времен начался посещение туристами вход в этот канал стоит 8 евро если вы поднимаетесь опускаетесь на глубину 180 метров и 10 евро если вы полностью его смотрите там 10 евро это 485 метров вы запускаетесь сейчас мы идем внутрь посмотрим чё как и вы все сами увидите вместе со мной ну вот как он выглядит правильно будет название этого туннеля и в полинский туннель то есть как где-то здесь есть уровень 185 метров наверное это все потому покажет там где-то есть уровень 500 там около 500 метров ну как я уже сказал бы длина его полностью было а вот написано 1036 метров его сделали причем я прочитал до этого что это второй в мире на тот момент был туннель когда проход осуществлялся направлении направлению друг другу это был второй в мире такой туннель вот представьте с 600 года на нашей эре он практически сохранился вот в таком вот виде как сейчас мы увидим друзья смотрите я сейчас только что провел свое собственное расследование мы ждем разрешение на вход в этот туннель так вот это мэлтис фалкон так называется это яхта длина ее составляет 88 метров и в 2000 в 2009 году она была компанией перине navi продана ее нынешнему владельцу это самая узнаваемая такая яхта у него такие необычные паруса они такими прямоугольниками их там пять штук на одной мачте вот и нынешний хозяин пока не могу найти владельца нынешнего постоянно принимает участие с этой яхтой в различных парусных регатах так что вот так вот сейчас попробую найти конечно владельца кто ее владелец нынешний вот такая вот красавица яхта на одна из самых больших яхт в мире третье по величине мандрая находимся в этом туннеле вот посмотрите как люди долбили это все просто просто я не знаю все это долбили в стене в этой горе сейчас будет подсветка есть раньше там наверное ничего нету подсветки ничего не было не не знаю мне как то уже не какие люди низкого роста были мы идем полусогнутые видите как ну что делать для для вас и друзья моих подписчиков дорогих мы идем вот уже по большому туннелю он как она сейчас нам только что объяснила она поднимается этот туннель поднимается в горы там где была эта вода и потом идет вниз 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 спускается и к деревне пифагорье друзья еще с вам быстренько расскажу как этот реле этот туннель смотрите вот в эту сторону да они такая система была они вот так брали воду на какой-то там подносим вода и соответственно вода делали так с одной стороны ставили свечку на уровне уровня воды и с другой стороны то есть по уровню воды они ставили свечки или какую-то подсветку и ту в тех времен и так они проходили с одной стороны вот с той стороны по уровню воды из той стороны по уровню воды также, то есть уровень воды, это их был ориентир они ставили как я уже сказал, какие-то свечки или подсветку какую-то в тех времен, 600 лет до нашей эры и вот посмотрите сейчас я попытаюсь камеру показать вам вот здесь на таком уровне они встретились всего лишь ошиблись, ну, 50 сантиметров вот, видите вот на такой уровень они всего лишь ошиблись представляете, это 600 лет до нашей эры блин, я не знаю сейчас иногда некоторых люди строят намного хуже, чем тогда вот, это нам сейчас только что все это объяснили вот видите люди какие-то забрались и свои имя, здесь был Вася, здесь был какой-то грек или еще что-то как они туда залезли, хер узнают и так они написали свои имена так, друзья, вспомните, мы были в замке, в храме Геры и там я говорил, что пропали артефакты так вот они где, в ресторане здесь находятся мы нашли их сейчас пойдем в полицию напишем заявление на них и там и там это вы